Всем привет! С вами Клауди Шейн, и сегодня у нас распаковка очередной игрушки. Типа это видео из цикла «Бизарный обзорщик игрушек». Правда, это не совсем игрушка, но пускай. Короче, есть у меня такая вот коробочка, сейчас мы её вскроем. И у меня, наконец-то, есть чем вскрывать. У меня есть ножичек с Куроми. К сожалению, камера слишком кривая, она не может показать, что там написано полноценно. Ну, вы видите, ножичек с Куроми. Режет, кстати, очень хорошо, поэтому как раз отлично подойдёт, чтобы вскрыть упаковку здесь. Сейчас я лучше всё-таки за кадром её вскрою, и так проще видеть, что я делаю. Распотрошил просто коробку за кадром. Не, всё правильно, такое просто нельзя показывать. Я уже вижу, что я открыл. Я, кстати, пырнул коробку чуть-чуть. Вроде не заметно. Короче, это смешно. Это у нас Куроми... Подождите. Вам не кажется, что чего-то не хватает? Во! Другое дело. Теперь можно делать анбоксинг с чистой душой. Ну что? Чё это тут у нас? У нас тут растянутые картинки. Ну, они реально растянутые, но очень смешно выглядит. Я сразу, когда распаковал, я это увидел, и просто... Это смешно. Блин, картинки-то прикольные. Оформление неплохое, но... Просто смешно, что картинки растянутые. Ладно, вы, наверное, спросите, а что это вообще такое? Ну, типа, Куроми, окей, а что это? Просто... Что это, чёрт побери, такое? Давайте посмотрим. О, уже всё высыпалось. Кстати, это бонусы? Нифига себе. Тут наклейки. Смотрите. Куроми. Всё, всё упало, и так достать невозможно. Ща-ща-ща-ща-ща. Наклеечка Куроми и Пиано-Тян. Так, я знаю всех персонажей, если чё. Всё не просто так. И ещё. Куроми с каким-то то ли печеньем, то ли с подушкой. Вроде больше ничего не выпало. А, нет, ещё выпало. Ещё-ещё. Куроми, которая читает Куроми, но то... Почти. А у нас тут... Ну, может, кто-то уже видел? Сейчас я проверю, всё ли там я достал. Ну да, четыре наклейки. Вы, если что, уже видите, чё там? Я это плохо скрываю. Короче, это у нас часы с Куроми. Да. Такая смешная подушечка, которая, кстати, как антистресс может работать. Давайте, ладно, распакуем сразу. Чё это у нас тут? Тут антистресс. Кстати, реально антистресс. That's nice. Мне нравится. Офигенно. Просто офигенно. Блин. Отличный бонус. Вот часы. Ну, рябешок тут типа силикотовый, я так полагаю. Очень такой интересный. Часы прозрачные. Тут, говорят, есть подсветка. Ну, у меня вопрос, а как? Наверное, её всё-таки здесь нет. Потому что для того, чтобы работало... А, не-не-не, я ошибся. Я сначала не понял. Всё-таки нет. Здесь есть батарейка. Вон, там видно. Да-да-да, подсветка должна быть. Ну, чё-то, да. Надо попробовать. Какая кнопка за подсветку отвечает? О! Ух, нихрена себе! Я же такого не ожидал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! А это точно удобно! То есть, реально так нормально, типа, читать, что на экранчике написано? Вот когда у тебя такая вот подсветка. Можно как-то регулировать? Нет. Ха-ха-ха-ха! Нет. Такой неплохой товар испортить такой вот фишкой, это просто... Китайцы, моё почтение, вы просто... Task failed successfully. Ну, блин! Ну, просто... Ну, вот согласитесь, это же не нормально. Если ты хочешь увидеть, что написано на часах в темноте, ты нажимаешь и просто у тебя должна гореть подсветка стабильно, одним цветом, там, секунд пять, условно говоря. И этого должно быть достаточно. Но нет, здесь мы... Так, давайте засечём. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... А, странно, именно девять секунд, а у него будет десять. Короче, девять секунд оно мерцает всеми возможными цветами. Ну, ну, не знаю. Странно. И ещё у нас тут есть очень уродская... Как это назвать? Короче, просто очень уродская Куроми. Она очень уродская. У неё как будто усы. Выглядит абсолютно отвратительно. Надо будет посмотреть, можно ли её отделить. Потому что мне она, честно говоря, не нравится. Но, скорее всего, как-нибудь можно. Она просто приклеена, наверное. А, ну да. Это просто приклеено, это снимается. А в каком случае давайте отдирать. Потому что мне не нравится. It's... Оу, ноу, май бренд это... На самом деле, чайнис, вотч, ноу. Отдираем Куроми. Уродскую. Ладно, на самом деле, что-то она не отдирается. Ладно, пускай будет. Окей. Ну, я, конечно, немножко расстроен. То есть, вот это некрасиво и вот это. Уже сразу два недостатка. Да. Но то можно смотреть, как всё переливается и мерцает. Кстати, в реальности оно выглядит красивее. На камеру просто... Ну, она у меня сейчас в режиме этого 0.6х. Поэтому она снимает похуже, чем хотелось бы. Ну, так да, в реальности светит красиво. Но, блин. И вот это вот, но, блин. Ладно, давайте, короче, я на руку надену. Я же всё-таки это носить собрался. Посмотрим, во-первых, налезет ли мне это на руку. Вроде налезает. У меня всё-таки ручка тоненькая носительная. Сейчас. Блин, Клауди Шейн не может застегнуть на своей руке этот ремешок. О, кстати, мы ещё даже... Фу, блин, неплохо. Тут, кстати, надо выдёргивать. Ну, тут отверстия под этот... Под защёлку. Их нужно отдельно вытаскивать. И ремешок ещё очень сильно тянется. Тоже плюс. Так. Ну, не, я слишком сильно сделал. Надо послабее. Извиняюсь, что не показываю. Просто это было бы очень неудобно делать. На камеру. О. Ну. Ну. Пойдёт. Короче, here it is. It looks really strange. Да. Говорится. Сейчас, подождите. Я посмотрю время на своих крутых часах с Куроми. О. Май Гаад. Надо будет в темноте посмотреть, как они светятся. Наверное, это будет просто бизарно. И нужно их сейчас настроить. А для того, чтобы их настроить, нужно открыть веб-сайт точного времени. Но на кампе я ничего открывать не буду. Потому что, ну, это бэкграунд. Он не должен меняться. Поэтому я просто постараюсь настроить время по часам Windows. Кстати, колёсико, оно что-то... А, тут... Стоп. Не понял. Тут, короче, прикол есть. Я не ожидал, что будут опять приколы. Короче. Тут вот есть какая-то такая штучка, видите? И не совсем мне понятно. Типа оно должно как-то фиксироваться или чего? Потому что оно просто свободно ходит. Я не понимаю, если честно. У меня такое впечатление, что надо эту штучку достать. Сейчас. Да, её можно достать. Вот, всё. Клауди Шейн разобрался. То есть, её мы снимаем. И можно в таком случае зафиксировать. А, ну да. Это имеет смысл. Но она всё равно прокручивается. Только... Ага, интересно, кстати. Всё, я понял. Это было... Это предохранитель был. То есть, если ты вытаскиваешь, у тебя часы перестают ходить. Если ты вставляешь, часы начинают ходить. Во. Умно китайцы придумали. Жалко, я об этом узнал чисто по trial and error. Потому что инструкции в комплекте нет. Ох, китайцы. Короче, ладно. Сейчас настрою время. И вернусь к вам. Да, тут... Проблема есть. Здесь, короче, очень чувствительное колёсико. И когда ты хочешь зафиксировать его, оно всё равно прокручивается. Это надо очень осторожно. И вот всё равно я настроил на большее число, чем хотел. Ну ладно, зато теперь они ходят. That's nice. Время настроено правильно. Ну, надеюсь. Потому что я такими часами, на самом деле, пользоваться не люблю. Я ещё тот зумерок. Но настроил вроде верно. Но, наверное, у вас возникнет вопрос. А как здесь поменять, собственно говоря, батарейку? У меня такой вопрос тоже есть. Потому что, ну а мало ли, батарейка сядет. Ваш ребёнок расстроится. Скажет, ааа, у меня часы вообще не ходят. И что же делать? На самом деле, я сам не знаю. Но я так предполагаю, что здесь... Ну, вы, наверное, уже увидели, что вот тут есть отверстие. Оно всего одно. О, можно, наверное, его попробовать чем-то поддеть. А, если бы. Это на самом деле не отверстие. Но я был близок к правде. Ничего не прокручивается. Да, интересно. Но я так полагаю, что надо просто чё-то поддеть. Чем-то, вернее, поддеть. Потому что винтов тут нет. Крышка не прокручивается. Хотя, может, и прокручивается. У меня просто руки немножечко потные. Ну, как немножечко. На самом деле, очень даже немножечко. Ну, а так, да, я не знаю, как подобраться. И вполне вероятно, что это может быть даже одноразовые часы. Могут быть, вернее. Несу опять какую-то дичь. Но если это так, это, конечно, печально. Это очень печально. Но я думаю, как-то можно добраться. Что-то можно сделать. Всё-таки задняя вот эта вот часть, она всё-таки как бы идёт отдельно от корпуса. Поэтому есть потенциал того, что всё-таки она как-то откручивается, вытаскивается, снимается. Ну, вы поняли. Странный получился обзор, на самом деле. Потому что по факту вот всё. Вот часы. Они... Ну, подсветка работает. В принципе, может быть, в темноте та же можно будет что-нибудь увидеть. Я, конечно, сомневаюсь. Но может быть. Это надо будет проверять. Вот это выглядит отвратительно. Картинка, которая здесь изображена, на самом деле довольно такая низкокачественная. Я, наверное, вставлю тут. Как оно выглядит в HD, скажем так. Фотографии нормальные вставлю. Короче, ну, часы как часы. Стоят ли они 395 рублей? Ну, честно сказать, да нет. Нет, не стоят они 395 рублей. Им красная цена рублей 200. Ну, 250 максимум. Может быть, на Алиэкспрессе они столько и стоят. Потому что я это взял на Озоне. Ну, однако, зато вот огромный плюс, что есть антистресс. Это реально прикольно. Офигенно просто. Подушечка. Это реально подушечка. Маленькая. Для часиков. Прикольно. И наклейки в комплекте идут. У меня пришло в количестве 4 штук. Что неплохо. Хотя мне они, в принципе, не нужны. Я особыми наклейками не пользуюсь. Никуда их не клею. Они у меня просто лежат. Готовые к тому, чтобы быть наклеенными. Но так никуда и не клеится в итоге. Да. Короче, моя оценка этим часам, ну, 3 из 5, просто потому, что это Куроми. Потому что Куроми это... It's the best character in the world. Поэтому буду носить, короче, да, я говорю, 3 из 5, максимум. Я так бы 2,5 из 5 поставил, но потому что Куроми 3 из 5. В принципе, получил то, что было заявлено. Так что жаловаться, наверное, смысла нет. Пойдёте. Пойдёте. Такие вот часы. Такая вот коробка. А, это внутренняя часть внешняя. С растянутыми картинками. Картинки-то крутые, но, блин, растянута. Чёрт возьми. И наклейки. Ой, извиняюсь. Короче, такой вот обзорчик. Так, если хотите эти часы купить, ну, ссылку я оставлю. Мне за это никто не платил. Поэтому, если закажете, ну, хорошо. Не закажете, ну, тоже хорошо. Мне, в принципе, всё равно. А на этом, пожалуй, всё. С вами был Клауди Шейн. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok